Всем привет, это Season Cup номер 3, отборочная стадия, 1-4, в которой встретились у нас команда Бичи и команда Рейс. Команда Бичи уже взяли Бальфагора, взяли Ралли, взяли Дефайлера, Полевога и Дементед Шамана, у них чисто пушь, а у команды Рейс, непонятно что, вообще первый раз вижу Форсаки Нарчер на керре, Флакс, Форсаки Нарчер, Мастера Фарм, Салония и Рвинант, но вот как по мне Форсаки Нарчер на керре это борщ, есть много других героев на керре, ну ладно, сейчас посмотрим. Посмотрим, как команда Рейс будет справляться против команды Бичи в исполнении ихнего пуша. Ну так-то смотри, против пуша Форсаки Нарчер может ульту поставить, там кулдал недолгий, минутку всего. Серьезно? Да. Ты знаешь сколько эту ульту народу может сбить? Все, все, абсолютно все. Ну да, вот если забафали Форсаки на ульту, чтобы она вообще была неубиваемой. Инвул как бы она стала, просто, ну, вызывается и инвул. Было бы тогда еще, может, нормальный герой, а так вот слабовано. А бы она только вызывается и ульту там, да. Раньше-то хоть ладно, там еще хоть какой-то профит был, когда она собирает БКБ и встает, кастует ульту. Тогда тебе ее хотя бы там, в каком-то же, есть процент, что ты ее скастуешь до конца. А так она вообще юзалис. Поли сбивает двумя скиллами. Ралли сбивает первым. Бальфагорл сбивает с Аленсом. Дементед Шаман сбивает первым спеллом. Ещё один файлер с Аленсом тоже. Это вообще... Я не знаю, как просто раскастовать эту джулту форсеттинге. Ну, он будет как опытный керри всегда. Вознатуре против бичей только на тигриных методах можно вытащить. Тигр. Махачкалинский. Ну, не сильно он похож на тигра. Ну, это что-то... Ну... Типа тигр. Деформированный немножко. Так, что половина. Твои ставки. Кто Early Game затащит. Early Game. Вот я вижу, что Элония с Флаксом идут в харду. Дабл. Синелай. Соло Мастеров Армс на виде в исполнении Психа. И Форсекинс пойдет с Ревенантом. Вот Форс... Ревенант вообще очень-очень-очень-очень-очень-очень сильный персонаж. Он может пойти абсолютно на любую роль и... ...составить там проблем. За счет своего инвиза, за счет своего хараса, за счет... ...мортификейшна, который в любой стадии игры очень-очень полезный. И навешивается на всех там ульта, что инвиз. Что второй спелс, что первый навешивается на всю команду практически. Ну, стадия вот на линиях, когда они будут стоять, мне кажется, что преимущество небольшое у рейзов. А вот, когда они соберутся и начнут пушить, там уже... ...не знаю, как будут реагировать рейзы на это. Это зависит от них. В принципе, контр-пуш у них неплохой. Мастер может зеленочку там откинуть. Силония с пылами. Мортификейшн. Но на словах-то одно. Дефайлер соло-мид. Походу, стоять будет против Моа. Моя... Тэггэм. 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 Угу. Тонда. Тег это такое дело. Элитное. Отправляются у бичей в изи-лейн демантед шаман. Пока что соло. Дефайлер отправляется в мидок. Бальфагор будет лис... Лис. Лисировать будет Бальфагор. И на хардо отправится ралли. А, это дабл мид будет с полевогом. Или трипл. Нет, поле отправится на саппорт. Как по мне. К демантед шаману. Ага. Ага. А, это лесной Бальфагор, возможно, да? Ну, это невозможно. Это лесной Бальфагор, который сейчас будет уводить крипов. Ты что, ни разу не смотрел бичей? У них есть Бальфагор? Нет. Вот, кстати, ни разу не наблюдал. За... Да, все нормально. Нашли, вард. Бальфагор, смотри. Вообще не взялся ни одной хилки. Ой, а сейчас он может за это поплатиться. Смотри. Прогреть его сейчас могут. Ой-ой-ой. Ты что, братан? Это ФБ? Ну, лол, а как он там прошел? Читер? Крипа не смогли, а он смог. Причем, вообще, без... Ну, вообще, без траблов каких-либо. Бальфагор, труб, посидорил. Что-то не получилось у них, да, отвезти крипов? Ну, он вообще, что-то не там начал их отводить. Тем временем, Ревинант прохарасил серьезный ралли. Сделал ему больше половины хп. Ну, и Бальфагор отправляется в песок фармить. Потеряли лейн-контроль на топе. Не наблюдал я, что там произошло. Жанна, ты не в курсе, насколько миньетчиков... Ой. Миньетчик? Миньетчиков хватает по времени. По времени. Ну да, сколько они длятся. Должно быть по идее написано. По памяти не помню. 35 секунд. 35 секунд, ну, получается, у Бальфагора жеманый не остается. На следующем. Все, кончились. Недолгие миньетчики. Да, вообще, что-то. Слабые какие-то. Ну, это вполне. На харде тут у команды рейс. Ой-ой-ой. Я только хотел сказать, что проблема у команды бичит. Как только сразу поставился флакс. Прохилил его. Да, думаю, этот шаман пол-хп муси слабый. Так, на миде у нас дефолер 12-4. Моа 5-1, кстати. Так, получается, дефолер переигрывает пока что. Мастер фармса. Ну, тут, смотри, это 4 крипа. Получает свой боттл, дефолер. Кстати, руну. Туруну забрал. Заходил в спину флакс. Поле сразу откинулся. Оо, Бальфагор с ддшечкой. Сурион нарезает. Три удара. Олене Рок целите. Сразу умирает. Ну, пока вот за счет того, что у Бальфагора не получилось отвести крипов, он просил по гпну. Очень-очень просил. Ну, тут, мне кажется, весь экшен будет происходить на боте. Ну, сейчас у Бальфа появится чай-лис и все. У него фарм попрятал. Вверх. Тем временем, да, поле. Почти ФБ, да. Да, это все же ФБ. Ну, а чем? Бальфагор ничем абсолютно не поможет. У него тут 2 крипа. И то он отвлекается от фарма. Сейчас у них по ботинку есть. Правда, у Лонио с маной проблема. Смотри, дефайвер, как загнобил этот Моа. Моа, ты уже пропил всю бутылку. Сейчас заспаунится руна. Если вот Бальфагор только не пойдет ее брать, так фрифраг для Моа. Хаста уберет Моа. Если бы он сейчас заглянул в лесок, был бы сюрприз. Бальфагор вообще играет с огнем. С волками. С огненными волками, да. Флаксу прилетает тем временем Чилиска, а Дематед Шаман приобрел себе мозг. В принципе, хороший айтем. Заходит. Никогда не помешает. Да. Лишний мозг. Ну, Бальфагор уже 200 гп. Посмотрим. Ралли, кстати, тоже 4 уровень. Имеет 3 крипа. Не умер. Вроде ни разу пока что. Вот как теряется лайн контроль на топе. При отводе лучник убегает. Да. Ну, тут еще форса подстреливает. Ралли, проблемой на медиа. да. Буквально одну тычку остается. Ралли, смотри, сейчас попытается еще раз обойти, но Мол, по идее, должен бежать на базу. Ну, если он не будет сейчас этих крипов пытаться зафармить. Ты смотри, смотри. Походу, это минус Мол. О! Если войск был, да, это смерть. Но это жадность называется. Могу просто убежать. наказан. Агрессирует Олония по демантед шаману. Что-то они решили развернуться. они с двумя с ботинками вполне могут убиться. Да, демантед шаман подходит еще Бальфагор. Сейчас проблемы-то будут уже. Как прохилил! Минус Олония, практически минус флакс. Тут еще подходит ралли. вот это Бальфагор подвел своих миллиончиков под хил. колонию вообще буквально за один третий спал демантед шаману сдуло. И опять мы увидим медасочку на вуку. Ну, да. В принципе, мне тоже нравится это тайсом. делается на медиа, но у психи тут стоит вард и тут еще секьюрит его ревенант стоит. Если что. йо, 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 и ралли дает сан, дефолер дает саленс. И так, дефолер под дэшечкой 150 атаки с руки сбривает. и пока что Бичита доминирует 4-1. Пока что Рейс помимо той ФБшки сделали абсолютно ничего. Форсейкинка медасирует тут крипов лесу. Тем временем въехали в Демент Шамана. Бальфу Гор далековатенько. И так ты посырел они больше проблем чем у Демент Шамана, но попадают на первом спелом. А почему тысячку полевогу не дать? Лол, а как он умер? От первого скилла ДС. Мне кажется. Он на 3 прокачал. Сгорел что ли, да? Да. А Бальфу Гор сейчас может выйти как партнер с Демент Шаман и забрать Флакса. Кто-то ТПшится уже. А это Ралли? Бальфа. 6-ой левел есть, льта у него. Ну, соло не заберет. А вот сейчас вот погоня, погоня. А сапога нет у Демент Шамана. Ну, хотя тут есть Бальфу Гор. Постанет или Ралли, точнее Флакса. И у меня весь монитор трясется. Да, такая же. Блин, куда, куда сдвинуться, чтобы не тряслось-то? Прикинь, везде трясется. Ну, вы че, издеваетесь, что ли? Ладно, будем трясучку смотреть. Часто там словечков раскачал. Это же зависть. Кстати, Мидас. Как предмет мне очень нравится. Только я его редко собираю, потому что мои тиммейты обычно не довольствуют. Так-то его изменили давненько уже он дает почти вдвойне больше опыта закрепа, который он съедает. И на шестой минуте в принципе вольтшим. Да, если он как бы сэндеппаться. Ну, это смерть. И ты мой этот шиван пришел, подлечил, дал арканку. Это будет пуш, мне кажется. Ну, все уже, ребята собрались. Восьмая минута. Уже пора. Сейчас будет ульти файлера. Возможно. Ну, Алония вот вроде откидывается, но маны не хватает. Да, и маны, и здоровье там, миньонов. Больфобору. Ну, и падает первый Т1. Командо рейс. Начало положено, можно так сказать. Вот, от дефайлера выходит, сейчас будет минус вторая вышка. гп, кстати, фарсы 450, но это за счет того, что есть мидас. Ну, падает уже Т2. Молл притащил себе ботиночек, и находит... В спину заходит мастер фармс, подцепили, фарсеки нарчер. Абсолютно вся команда и бичей, и команда рейзов. Смотри, они будут... Да можно им просто сместиться на мид, и так же всех товара позабирать, забрать кангора, получить офигительный буст в голде, и тогда уже заходить пытаться на хг. Сейчас им просто нет смысла идти на хг, потому что они пока еще слабые, и у них нет кора айтемов. Ну, плюс, в принципе, они же опытные вышли, не хотят разбиться просто так. Они заставили команду рейссю сместиться к своему Т3, постояли, тем временем отфармили иншей ихних. Форсекинг, кстати. Да, вот, как бы я не хвалил мидаску, но все-таки вот при таком пике команды легиона, мне кажется, надо было. Да, это было слишком жадно. Прометчиво. Госты на ралли появляются. Мекку собрал себе флакс. и шапка появляется на Бальфагоре. Шаманка. 15 magic армора. Просто 15. Заходит в спину Бальфагор. Ее сейчас будут проблемы у Алонии. Ой, крипы кончились. Крипы, но вызывает новых. Минус, флакс сядет всех, поле ставит свой тиммейт. Это, походу, будет еще минус, флакс, отлично. Форсекина. Кстати, продамажило неплохо, разултился Бальфагор, но сдули еще и Мастер Фармс остаются в живых Форсекин Арчер и Ревенант, который тоже, походу, будет умирать. Забрали Тауэр, сделали минус 3 и не потеряли никого. Сейчас еще и подцепят Форсекин. Да. Это будет еще и смерть от Форсекинки. У Рейзов серьезные проблемы, я бы так сказал. Команда Рейзов не ожидала. Нет, они уперлись сами в ад пуш, как бы зная то, что бичи будут их пушить и набрали всякого трэша. Но вот какой Форсекин Арчер? Ну, мол, еще куда-нибудь шло. Но Форсекин Арчер на керри. Лучше бы уже тот же Ревенант был керри. Тот же мортификейшн на крипов он бы вносил больше пользы, чем вся Форсекина, все, что у нее сейчас есть. Один мортификейшн на 4. Больше дамеджа бы вносил. Барьер появляется на Больфагоре. О, тронышки сломан. Да, у них стоят пока что, пока что, как я говорил, стороны все стоят, еще стоит один на боти. И в принципе, есть Алония, а Аталония исходит большой, большой дамаж. А тут ты, первая спелла, от второго, и главное, маны побольше иметь. Дефалер 470 гпм, что не сказать, да, у нее ВГ, они слишком плотные, причем проблема для команды рейс. ума даже нету половины полного ботинка. Половины полного? Ну, в смысле, только красный ботиночек. Жан, стоп, половины полного. Стоп, где здесь кнопка пауза? Судья, поймал, пожалуйста. Забирают еще один Tower Command Race. Сплит пушит, забрали две вышечки, неплохо. Но потеряли взамен тоже Т1 и Т2 на боте. Но они понимают, что они просто вверхали по Тэшке. Ну, хг им надо будет в шедевце. Ну, и уже команда бичи заходит на хг. Вызывается Тафоли, вот это пайлера, а нет, туда же глифа. Тауэр падает буквально за 5 до 10 секунд. Флакс заходит. Стягивай на бой, вот сейчас тут надо Элонии успеть дать, давай. Умирает и Моа, умирает и Флакс, умирает Элония, умирает Ревенант, остается в живых один Форсакен Арчер, а взамен за это забрали только Полика. Не успела Элония разобьиться, сейчас дал ей вовремя Саленс Больфагор. Да и Форса тоже не успела, там Больфагора Сайлент, на нее перешел. А вообще у Форсакен не было ульты изначально, сейчас она там что-то неоткодешилась. Даже нет 15-й минуты, а стороны-то у Камандо Рейс уже нету. Байбэк от Форсакен Арчер Отчаянная ульта. Да. Можно сказать отдефали. На икона на Больфагоре, но сейчас как быстро рассыпалась после команды Рейс. Пукнул Больфагор просто и все. Абратишке мы зашигалку к этому. Кто заупостралит. И Рейзы просто разлетелись на маленькие кусочки. Как петарда в Анасе. Мастер фармс. Ну тут просто дефайлер ВГ таблетка ПТ-шка таблетки еще и надымают от Шамани. Не знаю как их убивать. Они слишком плотные. Посмотри на Больфагора просто нажми на тысячи сетку за счет чего они ее убьют. Там еще хилы арморы и гоны. И можно даже на Конгора не идти просто забрать остальные стороны. Ну все. Ну вот у Форсакен если бы был бы Тандер Клав было бы как бы попроще дефать так ведь да? Ну да лучше чем Мидаска однозначно я кстати знаю что надо против них брать Флинта на керри собирают Тандер Клав и стоять отстреливать и неплохая идея взять Джерри Джерри первый спал да вот тот же Флинт был бы тут профитней тот же Форсакен Арчер вот можно флаг смотри на свою смерть дышит ой мисс ультой стянулся к факсу залетает ульта мне неплохая вот это да но все равно все визы рассыпались да ульта больше город не прощает не ну заметьте лони лони еще сразу вылетелось и в принципе что-то были какие-то попытки на киллы команда бичей но ну барьер там да барьер за ну и это победа от команды бичи одержали на 18 минуте в принципе с чем мы их и поздравляем это была у нас одна четвертая получается у нас еще будет полуфинал и финал и в принципе через небольшое количество времени мы начнем стремить полуфинал так что не прощаемся с вами